Действия, направленные на озеленение, должны проходить под надзором властей всегда. Это ваша же цитата, правильно? Поясните ее, пожалуйста. Ну, у нас есть определенные правила градостроительства, то есть есть планировка улиц, есть планировка внутридомовых территорий, есть планировка коммуникационных различных компонентов, инструктуры и так далее. То есть высадка вот этих зеленых насаждений, дело, конечно же, важное, необходимое, но оно должно делаться, тут контроль, он двоякий. То есть, во-первых, это нужно знать, что где сажать, потому что, чтобы оно тоже не навредило хорошее дело, это во-первых. Во-вторых, чтобы и дерево было комфортно, потому что тоже абы где, какую-то породу, вид дерева сажать нельзя. Ну, да, не все, что хорошо, все во благо. То есть, вроде бы, доброе дело сделал, дерево посадил, при этом посадил его близко к дому, в пару метров от дома. У его корни начинают разрушать коммуникации, поднимать асфальт, загораживать свет. Ну, и контроль, контроль здесь еще составляющая, что контролироваться должна вообще общая площадь территории, занятой зелеными насаждениями, потому что существуют определенные нормативы. Вот по нормативам у нас в городе не хватает, где-то порядка 600 гектаров, потому что по расчету на нашего жителя в нашем городе, учитывая инфраструктуру, опять-таки, транспортную, промышленную нагрузку, население, это 14,4 квадратных метра на человека. Вот у нас немного больше миллиона жителей, это получается 1455 гектаров зеленых насаждений, загального коростувания, так называемого. Ну, я, когда приехала в Днепр, много лет назад, я была поражена, насколько зеленый город. Город зеленый, несомненно, конечно. Мне казалось, что он просто какое-то зеленое облако, вот знаете. Ну, это хорошо, такое впечатление у нас у всех складывается, но дело в том, что здесь много не бывает, потому что это мы видим просто зеленое насаждение, а здесь уже расчет идет на то, как это обеспечивает кислородом нас. Потому что, еще раз говорю, я не зря назвал промышленную и транспортную нагрузку. То есть площадь улиц может быть одна и та же, но транспортная и промышленная нагрузка в разных городах по-разному. Поэтому для нас зеленых насаждений нужно значительно больше. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот тот декадник, который сейчас проходит, я слышала цифры и 2500 деревьев и кустарников, и вот сейчас Ходзюков написал, да, в соцсетях, что 3-5 тысяч. Каким образом все-таки это покроет вот эту недостачу 600 га? Ну, несомненно, это даст свой эффект, но здесь я вам назову еще одну цифру, потому что вообще планируется в рамках всех мероприятий, это комплексная программа под инициативой нашего мэра Бориса Филатова, это была озвучена цифра 25 тысяч саженцев. Ну, то есть за 5 минувших лет, если я не ошибаюсь, было высажено порядка 5 тысяч. Ну, такой беспрецедентной акции, как сейчас, конечно, не было. То есть это действительно один из форматов контроля властей, то есть действительно взять это под контроль и действительно целенаправленно осуществлять эту программу. Ну, мы тоже, на самом деле, Днепро ТВ занимались высадкой растений, и это очень приятно, потому что посадить дерево, и что-то такое чувствуешь, хорошее внутри, мы посадили рябины. В этом-то и цель, то есть это делается не просто коммунальными предприятиями, к этому активно очень подключаются граждане, причем всех возрастов. Ну, у меня большая надежда, что мы высадили в правильных местах, потому что я, как биолог по образованию, я понимаю, что старшие деревья они могут как-то не позволить, наверное, этим развиться. Да, это, конечно, тоже надо учитывать. Это тоже вот эти все моменты надо учитывать. Они должны ставиться на баланс, наверное, дальше эти деревья. Конечно, конечно. Они должны ставиться на учет, это дело, как говорится, подотчетное, это не стихийность какая-то. Вот в этом есть план, есть контроль. То есть должна быть программа, вот она называется комплексная, программа, которая сейчас и делается. В прошлом году были приняты правила обращения с зелеными насаждениями города Днепра. Вот какие основные принципы, какие основные правила? Вот как раз один из принципов, который сейчас реализуется, это постепенное неуклонное увеличение площади зеленых насаждений в городе. Вот как раз в плане вот этого и в плане недостачи тех гектаров, и в плане того, что и даже этот норматив очень даже легко и хорошо и правильно будет перекрыть, чтобы у нас был еще более-более зеленый город. Вот это как раз и делается. Также там в принципах вот этих правил обращения с зелеными насаждениями это приоритет аборигенных видов все-таки. Но тут есть нюансы, тут надо говорить о том, что у нас в городе очень много экзотических растений. Да, это не наши виды. И клен астролистный, например, это наш вид красивый, который сейчас будет давать нам золотую осень своими. А клен ясенелистный, это выходец Южной Америки. Ну, у нас он растет как сорняк везде. Если кому-то скажут, что это не наш клен, то люди даже не знают. Сейчас удивили, да. Да, белая акация – североамериканский вид. Но она настолько привычная, и многие ее считают и называют символом города Днепра. Вот скажите им, что это еще было при царях каких-то там, до Панька царя, как говорится, еще там до всех революций, она у нас росла и была символом города. Это не наш вид. Знаете, я вот помню очень смутно такую информацию историческую. Конечно, вы знаете, наверное, о лучшем, что в свое время проходил царский период съезд, где каждому городу присваивалось какое-то символическое дерево. И акация, по-моему, как раз Екатерина Слава и была присвоена. Да, это, в общем, с тех времен, насколько здесь доля правды, неправды, мифов и прочее. Да, это красиво, это аромат, это, кстати, медонос и прочее. Да, из нее нельзя создавать лесные насаждения в городе, то есть лесопарке, да, нельзя. Из таких вот не наших видов это не рекомендуется. А вдоль магистрали высаживать, ну, как бы, даже та, которая есть сейчас. Ну, здесь просто надо здраво подходить, да, и есть места, где она мешает. Ну, в целом, взять и убрать из города белую акацию, я думаю, что так никто вопрос ставить все-таки не будет. Главное, все в меру. Но ни в каком случае нельзя лишать города вот этой атмосферы, которая надеет. Да, а по поводу экзотов, которые действительно не наши вообще, у нас их масса, и для каждого города, в принципе, это не про неисключение, они исторически всегда были. То есть это декоративные растения с красивыми цветками, с каким-то необычным ароматом, с плодами и прочее, прочее. То есть это во всех городах завозились из каких-то там южных стран неведомые растения, которые приживались. То есть наш символ начала весны, первая яркая караска какая у нас? Желтеет у нас что? Форзиция. Кустарники вот такие растут по набережной, яркий желтый цвет. Цветки появляются раньше листьев. Ну, иногда ее называют форсайтия, но у нас как-то более прижилась форзиция. Вот эти кустарники, это не наш вид, это территория бывшей Югославии, и у нее, кстати, интересный ареал, она один вид родом с территории Югославии, то есть Южные Балканы, а все остальные виды с Дальнего Востока. То есть у нее разорванный ареал, огромный, ну, кстати, это один из признаков очень древнего происхождения этого растения. Вот это не наш вид, это экзот. И в тех правилах, о которых мы говорили по воджине с зелеными насаджениями, там в качестве додатка дан перечень древесных кустарников, как их пород, которые могут использоваться для Днепра. Так вот, если наших аборигенных древесных кустарников деревьев, там, по-моему, 23 вида, ясеней, лязы, то, что я назвал, кустарников, по-моему, 26 или 28, вот считайте, это чуть больше 50 видов, ну, 60, то там в этом перечне для Днепра. Потому что вот эти вот два списка, которые я сказал, они для как раз лесопарковых насаждений, для больших массивов. А для небольших массивов, для штучного такого зеленения 780 видов. Представьте, сколько там экзотов не наших видов. Тех же самых фразийцев, там только 6 видов фразийцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова